Здравствуйте! Сегодня у меня маленький постпродакшн. Я выполнила мою коллекцию ароматов производства компании Faberlic. Аромат, который я приобрела, называется Chateau de la Loire, замки Loire. Loire это река во Франции с ее несколькими притоками, в долине которой расположено большое количество старинных замков. 76, насколько мне известно. Можно выбирать любую, какому посвящен данный аромат. Я лично голосую за Chateau de la Loire, поскольку фотография этого замка, его сооружение само, напоминает мне по форме полный формат флакона Chateau de la Loire. Флакон выглядит несколько приземлистым. В проекте это квадрат, приземленный, четырехугольный. И крышечка пластиковая, прозрачная, в форме такого вытянутого параллелограмма. На самом деле очень напоминает строение замка de Monrichard. У меня походная версия 15 миллилитров. Было мне интересно познакомиться с этим ароматом, поскольку наша консультант его никогда не приносила. Я сказала, что спросом он не пользуется. А по отзывам тех моих знакомых, кто слышали этот аромат, он напоминает запах маринованных огурцов. Но такое бывает периодически с ароматами фаберли. Мои коллеги слышат маринованные огурцы во многих ароматах. Но я, например, практически нигде не сталкивалась с таким явлением. Поэтому мне было интересно познакомиться. Ноту ирису я люблю. Отзывы интересные были об этой паршумерной воде. А формат 50 миллилитров и 15 – это паршумерная вода. А насколько я знала, 30 миллилитров идет туалетная вода. Но не могу сравнить звучание, еще не сталкиваюсь с этим. Понравилось оформление коробочки. Я даже не сразу узнала, что это моя водичка. Вот такое изображение ирисов, как будто бы крупная фотография старинного гобелена. Разноцветные ирисы со всех сторон. На крышечке тоже. И внутри, если заглянуть, на фисатор тоже. Идет гобелен с ирисами. Картон обычного качества. Достаточно прочный, в общем-то. Российский производитель на картоне не скупится. Спереди еще небольшая идет лентатка бежево-коричневого цвета. Название и логотип компании. Название аромата. Концентрация. Гендерная принадлежность. По-фам. Очень так по-французски все оформлено. Красиво. Сбоку изготовитель ООО «Поршемстиль». Город Электрогорск. Концентрация спирта 79% объемных. Указано. На обратной стороне тоже идет информация о том, что парфюмерная вода женская. Разработана композиция во Франции. И с другой стороны боковой состав. И вот лоты пробитые. То, что я не очень люблю. Это немножко портит впечатление целом о дизайне. Но это то, что мы имеем дело. Слюбки нет на таких королочках. Есть наклейки-фиксаторы. Но в моем случае одна усилела. А вторую, наверное, сняли мои любопытные коллеги. Парфюмер, который создал этот аромат, довольно известен. Это Пьер Бурдон. Ему принадлежат такие ароматы, как Дольче Витте, Кристиан Диор. Клота, мужская и женская, Давидов. Фонтан, созданный для Теделапидуса. Также, что немаловажно в контексте сегодняшнего видео, он создал аромат ирисовая пудра Фредерика Мале. Аромат, что для Луар, тоже посвящен ирисам. Создал ароматы для Джон Санко Суре и многих других знаменитых брендов. А недавно основал свой собственный нишевый бренд. На сегодняшний день 5 ароматов, известно выпущенных Пьером Бурдоном под брендом Пьер Бурдон. Так мы уже заглянули внутрь. Мы имели удовольствие обнаружить здесь фиксатор, который не позволяет с кулакону болтаться. Действительно, он очень там прочно зафиксирован. Эти фиксаторы небольшая моя головная боль. Довольно сложно иметь дело бывает. Вот внутри фиксации. И вот таким образом выглядит сам флакончик. Уже мы видели такой формат. Как будто бы утолщен по бокам. Ну, скорее всего, пластик, но достаточно толстое стекло. Крышечка такая металлизированная, цвета светлой латуни. А внутри пластик без каких-то особых фиксаторов с уголками. Пульверизатор, белая сока, трубочка непосредственно уходит в дно. Достаточно удобно забирать аромат. Лаконичная. Лаконичный дизайн, название аромата, логотип компании. Никакой лишней информации. Но мы видим, насколько темные краски. Парфюмерная вода концентрированная. Сам флакон белый прозрачный. Поэтому, конечно же, при нанесении на одежду светлую, если кто-то так делает, то лучше удержаться. Потому что явно будет окрашивание ткани. Пузырьки. Ну, можно увидеть, мне кажется, что здесь есть и средние, и мелкие пузырьки. И время жизни достаточно продолжительное. У пузырьков поднимаются и поднимаются. Распыление. Еще не разработан у меня пульверизатор свежий. Свежее мое приобретение. Ну, очень давление большое. Капельки. Такие крупноватые. Это мне поможет после дальнейшего расхода. Этот наш инцидент с рокой. Так вот, верхние ноты, которым раскрывается аромат, это бергамот, аплезия, фиалка и черная смородина. На некоторых сайтах еще дополнительно указывают личи и иланг-иланг. Вполне возможно, что они здесь действительно есть. Потому что есть что-то такое, вызывающее ассоциации с ретро-французскими духами. Ноты иланг-иланга иногда вызывают у меня такие ассоциации. Но начало очень задорное, кислое, свежее. И мне кажется, что какое-то осеннее ощущение возникает. Не весна, цветочки, а что-то такое, легкая кислинка осеннего воздуха. Бергамот очень явно слышен. И терпковатая зеленая фрезия. Все остальные компоненты, фиалка, черная смородина, личи, на мой нюх, они здесь идут вторым планом. Хотя, может быть, просто я недостаточно чувствительна к фиалке, потому что многие пользователи указывают, что фиалка хорошо слышна. Но я слышу больше фрезии и бергамот. Сердце аромата, по данным некоторых пирамид, состоит, собственно, из ириса, корневища и ириса. То есть, этих темночих карамелек и рисок. Но также я встречала дополнительно компоненты пион, розовый перец, имбирь, жасмин, самбак, ландыш и водный аккорд. И вот это дополнение, мне кажется, гораздо более правдоподобным. Во-первых, слышится пряность. Такая своеобразная пряность. С кислинкой, имбирная и немножечко-немножечко розового перца. В принципе, эти специи, они сливаются в один специй в аккорд. Водный аккорд я слышу как морской. Как морскую тоже кисловатую соль. Такую слегка йодированную. Жасмин, на мой взгляд, здесь также есть. Жасмин собак, как мы помним, это жасмин, который не вызывает неприятных ощущений. Индольных. Только цветы я услышу в композиции без сюрпризов. Ну, я не могу сказать, что я слышу здесь цветы, корневища ириса. Я не слышу той плотности, к которой я привыкла. Я привыкла к тому, что ирис он сладкий и сливочный. Но здесь он не такой, хотя многие пользователи отмечают, что они слышат здесь эту ноту достаточно чётко. Но я слышу здесь пряности и морской аккорд, и цветы. Да, жасмин может быть ландыш, но неузнаваемый, так чтобы прямо явно, это не ландышевый аромат. Но вот цветы, такие вот, какие-то цветочки здесь присутствуют. Белые цветы, но они немножечко идут под специями. В базе аромата мускус, кедр, ваниль, персик и малина. А также по дополнительным данным в пирамиде ещё амбра и гаяк. Пожалуй, что амбра здесь есть, но она идёт для смягчения аромата. Она не сладкая, аромат вообще не сладкий. Мускус очень нежно-ненавязчивый при моей гиперчувствительности. Он меня ничуть не смущает, не раздражает, я его не ощущаю. Кедр очень хорошо слышен. Такая специфическая, слегка сладковатая сырая древесина. Ваниль чуть-чуть, персик, малину вообще не слышу. А персика очень-очень немного, я бы сказала, такая кисловато-терпкая кожица персика присутствует в этом аромате. Я, когда приобрела его, попробовала, я поняла, в общем-то, почему людям он напоминает запах маринованных огурцов. В нём есть и кислинка, и солёность. И вот это, конечно, может вполне вызывать ассоциацию с консервацией, с маринадами. Но я не соглашусь с тем, чтобы уж очень он мне напоминал огурцы. Хотя я понимаю тех, кому он напоминает эти огурцы. Мне больше пахнет древесиной, древесиной, пропитанной запахом цитрусов. Может быть, отчасти напоминает какие-то старинные магазины, где реставрируют антикварную мебель, обрабатывают её лаками, морилками. Такой, если кто-то знает, бывает специфический кисловатый запах в таких местах, где продаётся деревянная мебель, каких-то дополнительных лаков, полиролей. Вот что-то наподобие этого, такая старинная, действительно запах старины, старинной мебели вот этой, обработанной какими-то дополнительными веществами. Запах каких-то очень лёгких цветов, не сладких, свежих, белых. Немножечко жасмина, немножко ландыша, не будем забывать о ноте пиона, такая синтетическая нота абстрактных цветочков. И слышен мне при этом морской аккорд. Ну, видимо, мы уже говорим о замках долины реки Уар. Видимо, вот эта кисловатая древесина у нас создаёт запах старинной мебели, старинных зданий, древности, старинных вот этих древних гобеленов. Я хочу сказать, что очень достоверно возникает ощущение, как будто ходишь по какому-то музею. Да, в музеях ещё такой запах похожий бывает, немножечко кисловатый, древесный. А водный аккорд, который больше напоминает мне морской, солоноватый, он должен у нас вызывать ощущение воздуха за окном этого старинного замка, пропитанный запахами воды, немножечко соли. И лёгенького аромата цветочков, которые там на берегу реки произрастают. Все остальные ноты здесь просто создают ауру вокруг этой центральной композиции. Очень приятно, очень красиво. Если я найду ирис, я ещё обязательно сообщу об этом дополнительно. Ну, и завтра попробую его на выход надеть в люди. Возможно, при обильном нанесении я почувствую ирисы, почувствую пудровость, которая здесь заявлена должна присутствовать в этом аромате. Ну, где ирис, там и пудра. Ну, если будут какие-то принципиальные изменения в моём восприятии, я либо напишу в комментариях, либо, может быть, даже сниму ещё дополнительное видео. А на сегодня вот такое у меня моё ощущение. Старинный замок, старинная мебель, музей, антиквариат и река. Такое ощущение. Это то ли очень ранняя весна, то ли уже конец в объёте лета, осень. В любом случае, аромат приятный, запах благородный. Я, покупая его, рисковала. И думала, что если не понравится, сразу же его продам. Но оставляю себе, буду разнашивать. И надеюсь, мы с ним подружимся. Спасибо за внимание.